Белорусскую семью Любови Коростик пригласили на фестиваль дружбы за две недели до его начала. Сразу же было принято решение – нужно участвовать. Начали серьезную подготовку, поизучали историю своей семьи. Потом был решен ряд вопросов, многочисленный ряд, скажем так, с транспортом. В конце концов, вопрос решили положительно, благодаря Шерстернину Евгению Анатольевичу. В фестивале приняли участие национальные семьи из разных районов Новосибирской области. Из всех 19 делегаций Бердская команда единственная, кто представила традиции Белоруссии. Гвоздем программы, выступления в фестивале стал национальный танец, который разучили внуки Любови Леонидовны и одна из ее учениц. Помогала ставить номер хореограф. Конечно, молодцы исполнители, потому что у них есть подготовка танцевальная. И они могли выполнить достаточно сложные элементы, и крутки, и прочесы. И получился очень интересный, красивый народный танец с красивой картинкой, причем под современную музыку. Я думаю, что это было очень зажигательно и выделялось на фестивале на фоне остальных выступлений. Мы не часто репетировали. У меня два я учила танец. Мы станцевали очень хорошо, волновались. Самая младшая участница команды, внучка Маша, стала также самым младшим участником всего фестиваля. Когда ты вышла, тебе страшно было перед людьми? Там же много людей было? Ну да. Не страшно было. Программу фестиваля составили различные соревнования, выступления семей, а также представления национальных уголков, каждый из которых посетил губернатор Новосибирской области. Дети пригласили Владимира Филипповича. Мы сфотографировали, сделали несколько фотографий. С удовольствием он подошел, пообщался с нами. Благодаря этим фестивалям люди будут чувствовать содружество семьи, районов, людей, вообще в целом России, потому что это очень добрый и нужный. Для семьи Коростяк фестиваль стал настоящим праздником, на котором они получили не только различные награды, но и массу приятных впечатлений. Редактор субтитров А.Семкин